Оценщикам оценка НЕОД президент России Владимир Путин поручил до середины текущего года уточнить механизм расчета налога на имущество, а также определить кадастровую стоимость недвижимости. Отбор регионального оператора по обращению с отходами планируется завершить до 20 апреля. Регоператор должен будет направить усилия не на складирование отходов, а на их сортировку, утилизацию и переработку. Весенние хлопоты работникам теплицы предстоит срезать и упаковать тысячи тюльпанов к основному наплыву покупателей, который в теплицах агропромышленной компании ожидается на этой неделе. В Наринмаре прошла акция «Я голосую». Ее инициатором выступил молодежный избирком Ненецкого округа. С обзором основных событий этого дня в студии Мария Владимирова. С этого года регионы начнут проводить кадастровую оценку недвижимости по новым правилам. Теперь ее будут делать не частные компании, а государственные оценщики. Это поможет снять все проблемы, связанные с некорректной оценкой стоимости. В минувшем январе комиссии по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости, работающие при Росреестре, рассмотрели 259 заявлений в отношении 405 объектов. Это в 2,5 раза больше, чем в январе 2017 года. Такие ошибки, как поясняют в Росреестре, случаются из-за несовершенства процедуры самой оценки. Как напоминают в ведомстве, до 1 января 2017 года кадастровую стоимость недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. В ведомстве признают, что оценщики со своей задачей справились плохо. О массовых ошибках в расчетах в послании к Федеральному собранию напомнил и президент России Владимир Путин. Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале коллеги, убеждали нас и меня в том числе использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые устаревшие оценки БДИ – это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночным, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались. И люди этого от нас никак не ожидали. Теперь предстоит работа над ошибками. Как отметил глава государства, необходимо уточнить механизм расчета налога, а также определение кадастровой стоимости недвижимости. Она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии текущего года. Отбор регионального оператора по обращению с отходами планируется завершить до 20 апреля. Конкурсный отбор будет объявлен до 21 марта. Одним из ключевых этапов работы по решению вопросов обращения с отходами в Нейнском округе стала разработка территориальной схемы, которую Центральный аппарат Росприродназора согласовал в октябре 2016 года. Схема разработана на период до 2030 года. Документ отражает систему организации и осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, образующихся на территории субъекта. Кроме того, территориальная схема обращения с отходами показывает пути развития данной сферы в регионе в соответствии со спецификой округа, в том числе и в части развития инженерной инфраструктуры. Согласно утвержденной схеме, выбранный региональный оператор должен будет направить усилия не на складирование отходов, а на их сортировку, утилизацию и переработку. Документ четко регламентирует потенциальному оператору условия работы с отходами в округе, позволяет оценить объемы отходов и количество объектов, с которыми необходимо будет работать. В соответствии с федеральным законодательством, соглашение между органом исполнительной власти и региональным оператором должно быть заключено не позднее 1 мая 2018 года. Статус регионального оператора присваивается на срок не более 10 лет. Племенным оленеводческим хозяйством округа в этом году предстоит подтвердить свой статус репродукторов неньской породы северных оленей. Эту работу организациям необходимо проводить раз в пять лет, чтобы оставаться в племенном регистре и получать соответствующую государственную поддержку. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК Неньского округа, работа по подтверждению племенного статуса в регионе уже началась. Специалисты профильного ведомства дали положительное заключение на материалы, подготовленные СПК КАПХОС ЕРФ. В скором времени их направят на согласование в Минсельхоз России для подтверждения статуса племенного репродуктора. Такую же работу предстоит провести остальным хозяйством поголовья оленей, в которых на сегодняшний день включено в племенной регистры. В Неньском округе таких четыре, помимо СПК КАПХОС ЕРФ, племенными репродукторами являются СПК Ижимский олени ВОТЭКО, Пути Лича и ХАРП. Племенные репродукторы, помимо прочей государственной поддержки, получают субсидию на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено более 38,5 миллионов рублей. Перспективы развития медико-социального проекта «Красный чум» обсудили депутаты окружного собрания. С отчетом о реализации проекта выступил начальник управления здравоохранения Неньского округа Андрей Апицын. Благодаря «Красному чуму» в первую очередь получают квалифицированную медицинскую помощь и проходят полноценную диспансеризацию оленеводов и членов их семей. Но, как отметили депутаты, медпомощь оказывается не всем оленеводам. Поэтому в перспективе предстоит решить данный вопрос. В 2017 году в рамках проекта «Красный чум» врачами были обследованы оленеводы пяти сел округа. Омы, Коткина, Амдормы, Устькары и Каратайки. К оленеводам Малоземельской тундры врачи не приезжают. Почему? Интересуются депутаты. По словам Сергея Хабарова, жители Нельминоноса не раз жаловались на то, что в их стойбище не приезжают узкопрофильные специалисты. В составе медицинской бригады, семейно-родовые общины, которые к Нельминоносу относятся, мы не выезжали ввиду их малочисленности. Так там же люди. Ввиду их малочисленности. Сейчас мы пока охватываем те бригады, те стойбище, где большое количество оленеводов. Как считают в Департаменте здравоохранения и социальной защиты, в этом вопросе проблем нет. Местные оленеводы кочуют недалеко от посёлка и имеют возможность часто посещать участковую амбулаторию. Кроме этого, медики часто сталкиваются с такой проблемой, как нежелание самих оленеводов проходить медосмотры. К сожалению, мы все говорим, что да, необходимо, чтобы медицинская помощь была всем доступна, чтобы медики приезжали в каждый населённый пункт, в каждое стойбище. Но когда мы собираем бригаду, выезжаем в общину, выезжаем в стойбище, вот у меня ощущение, что кроме меня это никому не надо. Я хожу по всему стойбищу, беру их за руки и вожу в палатку свою. Я им рассказываю, что ничего страшного не произойдёт, что уколы бесполезненные. Также в ходе заседания обсудили ещё один острый вопрос. В мясе и субпродуктах оленей всё чаще выявляют вредные вещества. Из-за этого оленеводам всё сложнее сбывать продукцию. Поряд хозяйств на Большой земельской тундре, у них даже печень не принял переработку, потому что у них ведётся высокое содержание вредных веществ. Вот здесь, потому что уже в рамках БФРН-Комиссии можно понять вопрос всё-таки по проведению анализа состояния почвы на предмет содержания. Выяснить причину появления, откуда она всё-таки взялась. Потому что если так посмотреть, то чёткий анализ, конечно, показывает, что эти территории, как раз, где идёт промышленное свиньи наших земель. Почему в продукции оленеводов выявляют вредные вещества и как решить эту проблему? Ассоциация СВА попросила депутатов разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Александра Литкова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Почти десяток сортов тюльпанов, пять наименований комнатных растений. Тепличный комбинат «Солнышко» готов к 8 марта. В Наринмаре в эти дни особый ажиотаж на цветы. И виновницы этому, конечно, женщины. В канун праздника мои коллеги побывали в теплице и выяснили, кому в эти дни требуется больше внимания – цветам или женщинам. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. А чтобы они не навредили тюльпанам, гераням, бегониям и другим диковинным растениям, все цветы днём и ночью находятся под строгим контролем сотрудников комбината. В теплицах соблюдается особый световой и тепловой режим. Срок высадки луковиц был рассчитан таким образом, чтобы к концу февраля бутоны начали приобретать окраску. А в преддверии праздника зелёная поляна превратилась в цветущий лук. Очень интересный тюльпан у нас в этом году – красно-оранжий с бахромой. То есть лепесток имеет бахромку. Арктика – белый тюльпан, стройный, высокий. Хенни – ван дельмар есть цветок тоже интересный, красный, с жёлтой каймой. Розовые нежные тюльпанчики. В общем, до девяти расцветок мы в этом году. Сейчас голландские красавицы готовятся к выходу в свет. Их одевают в блестящие обёртки. Кстати, в этом году упаковка идёт в подарок. Стоимость на цветы сотрудники комбината снизили. Букет будет стоить всего 360 рублей. Сколько всего тюльпанов посадили, нам не сказали. Всё-таки коммерческая тайна. Известно только, что жёлтых из всех посаженных 30%. В своей песне Наташа Королёва спела «Жёлтые тюльпаны – вестники разлуки». Кстати, норинмарские мужчины в эту примету не верят. И с каждым годом эти цветы пользуются всё большей популярностью. Очень популярный жёлтый тюльпан «Стронголд». Мы его тоже выращиваем в несколько лет. И я заметила, что с каждым годом наращиваем в количестве. То есть он становится более и более популярным. Сейчас уже нет такого мнения. Вестники разлуки – жёлтые тюльпаны. А жёлтый тюльпан, он как раз солнечный, ассоциируется с золотом. Вообще такой яркий, красивый цветок. Все эти великолепные цветы – иностранцы с голландскими корнями и норинмарскими стебельками. Красоту они унаследовали от предков, а стойкость зависит от ухода. Чтобы растение дольше радовало хозяйку, необходимо ежедневно менять воду и подрезать стебелёк. Тогда цветок может простоять до двух недель. А те, кто по каким-либо причинам не успел купить самые популярные цветы, не расстраивайтесь. В тепличном комбинате есть цветущие комнатные растения. По красоте нисколько не уступающие тюльпанам. Вместо букета со срезанными цветами можно подарить комнатные растения. Посмотрите, какое буйство красок. Каких цветов здесь только нет. Бегони, цикламины, герани и бальзамины. Кстати, такой цветок будет радовать ваших любимых несколько лет подряд. Горшечные цветы вот уже несколько лет являются фаворитами 8 марта. Виктор Карипанов для любимой жены и сестры заранее купил королевскую герань. Они очень долго стоят. Полгода даже больше бывает, если правильно ухаживать. Ну и приятные, на цвет приятные. Каждый год сюда приходят? Да, да, да. Уже много лет. Ну, много-немного, но лет опять-то приезжаю, наверное. А почему? Нравятся дети? Ну, здесь выбор такой приятный. Коллектив очень хороший. А женщины, как мне его упаковали в саму коробочку и все. В общем, живые и ароматные подарки к весеннему празднику готовы. Мужчины тоже находятся на низком старте, чтобы успеть приобрести букетик и порадовать своих любимых. С женщинам? Ну, всего хорошего. Любящих мужчин, внимания побольше к ним. Ну и чтобы погода была хорошая на 8 марта. Любовь Пермякова, Ленец Шишелов, телеканал «Север». Ненецкий округ дал старт всероссийской акции «Я голосую». Ее участниками стали порядка 500 студентов и школьников региона. Организовала флэшмоб молодежно-избирательная комиссия Ненецкого округа при поддержке регионального избиркома и молодежного центра. Участники акции выстроились на площади Маратсей в форме галочки, которую традиционно ставят в избирательном бюллетене во время выборов. Затем в небо были запущены воздушные шары цветов российского триколора. Чтобы привлечь внимание к выборам президента Российской Федерации и 18 марта пригласить всех граждан, не только жителей округа, но и в целом граждан Российской Федерации на избирательные участки, чтобы они пришли и сделали свой выбор. Мы выступили в качестве заботчиков так называемых. Завтра нашу акцию должны подхватить в Забайкале и далее там Тульская область и все остальные регионы России. Предполагается, что эстафету подхватят другие города и до 18 марта акция «Я голосую» пройдет во всех регионах России. Гонки на лыжах, перетягивание канатов, веселые старты и чаепитие на свежем воздухе. На лыжероллерной трассе состоялся пожарно-спасательный флешмоб, посвященный Году культуры безопасности, объявленного в МЧС России. Мероприятие прошло с участием сотрудников Главного управления пожарно-спасательной части Центра ГИМС, спасателей, членов их семей и студентов. В рамках флешмоба состоялись лыжные гонки. Взрослые студенты преодолели дистанцию 3 километра. Для детей она была меньше. Кроме того, юные спортсмены участвовали в эстафетах с использованием пожарно-спасательного инвентаря. Тех, кто замерз, согревали горячим чаем с выпечкой. По завершении мероприятия участникам флешмоба торжественно вручили дипломы, памятные значки и сладкие подарки. Самого сильного выбирали во дворце спорта «Норд». Там прошло первенство Нейнского округа по пауэрлифтингу в отдельном упражнении «Жим лёжа» и окружные соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования по классическому «Жиму лёжа» проходят с 2 дня. Своей силой и с норовкой меряются молодые спортсмены, девушки и юноши. Самому юному 12 лет, самому взрослому 18. Всего в первенстве участвуют 28 спортсменов. Это воспитанники «Норда», «Труда» и «Лидера». Победителя определяют в каждой весовой категории по максимальному количеству поднятых килограммов. Сегодня мы проводим по классическому пауэрлифтингу, то есть без применения типировочной. Кипировка – это майка жимовая. Ну, тут зависит только от себя. «Жим лёжа» – это базовое упражнение в бодибилдинге и пауэрлифтинге со свободными весами, предназначенное для развития мышц груди и рук. Классический «Жим лёжа» делается на спине на специальной скамье. В исходном положении штанга удерживается на вытянутых руках над грудью, затем опускается на грудь и выжимается снова вверх на вытянутые руки. Многие, особенно женщины, считают пауэрлифтинг непопулярным и даже опасным видом спорта. На самом деле спортсмены уверены – штанга может решить любые проблемы, в том числе и со здоровьем. Молодые спортсмены – участники сегодняшнего первенства, в этом виде спорта не так давно, но уже по достоинству оценили результаты. Деса побольше прибавились уже. В принципе, как бы мышечную массу набрал. Вот такую небольшую, в принципе, за год не сильно изменился. Правильное питание. Выполнять все под расчётом тренера. Соревнование по классическому жиму-лёжу – это возможность проверить свои силы, понять, чего достиг и к чему стремиться дальше. Ну, 60 килограмм пошло легко. 65 уже так трудновато. Решу 67 – не пошло. Не получилось. Расстроился? Нет. Я буду продолжать дальше. Галина Подлёдного сегодня в соревнованиях не участвует, не попадает в возрастные рамки. Говорит, с удовольствием бы выступила, попробовала бы вес в 55 килограммов. Но на ней сегодня организаторские функции. Конечно, они всё хорошо выполняют. Большие веса делают. Всё шикарно. В результате двухдневных соревнований самыми сильными спортсменами в абсолютной категории судьи признали среди девушек Наталью Конякову с весом 42,5 килограммов, среди юношей Вячеслава Хламова – 120 килограммов. А на третий день в Норде соревновались спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Всего в первенстве по жиму лёжа приняли участие 9 человек. В абсолютной категории победителем среди женщин стала Марина Говша с весом 65 килограммов. А у мужчин победил Александр Рощев, выжив от груди 107 килограммов. Для этого у нас они регулярно ходят, занимаются. Четыре раза в неделю. Понедельник, среда, пятница, суббота. С утра с 9.00 до 10.30. Для них у нас учреждение Дворца спорта «Норд» приобрело тренажёры, скамейку специально соревновательную. Победители и призёры всех соревнований получили грамоты, медали и призы. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Увидеть наши новости вы также можете на сайте www.trk.ru А впереди прогноз погоды.